Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти В Кировской области в этом году сотрудники ГИБДД задержали почти 500 водителей, которые повторно сели за руль в состоянии опьянения Напомню, что это уголовно наказуемое деяние Примерно каждый третий нарушитель по решению суда отправился за решетку на срок от 4 месяцев до 2 лет Всего за 11 месяцев 2021 года стражи дорожного порядка поймали без малого 3200 шоферов, которые прошли тест на алкоголь с положительным результатом, либо отказались от освидетельствования Трасса 101 В продолжении темы башкирские депутаты предложили Госдуме обсудить законопроект, который предусматривает конфискацию транспортного средства у россиян, попавшихся на пьяном вождении, повторно Парламентарии настаивают на том, что машина, являясь источником повышенной опасности, может стать орудием убийства Зная, что за пьяное вождение можно лишиться автомобиля, человек хорошо задумается, стоит ли садиться за руль нетрезвым, подчеркнул один из законотворцев Добавлю, подобные инициативы звучали и ранее, но все они натыкались на одну и ту же преграду А как быть, если автомобиль нарушителю не принадлежит? Трасса 101 Еще в одном законопроекте, созревшем в Госдуме, тоже говорится о конфискации авто Однако эта участь будет грозить не только пьяным водителям, а всем водителям, которые очень любят нарушать ПДД Очень значит минимум на 150 тысяч рублей штрафов в месяц Но что такое полторы сотни тысяч рублей за 30 дней? Один раз проехать на красный, а потом повторить 30 раз При повторе камера будет выписывать каждый раз по 5 тысяч Реально? Хм, реально Так вот, депутаты предлагают наказывать лихачей тремя месяцами отлучения от руля Права не забираются, но машина должна стоять на месте Если поедешь, машину утащат на штрафстоянку Если она оттуда каким-то образом исчезнет, тогда и будет идти речь о конфискации Трасса 101 Чем дальше, тем интереснее Анонсированное серьезное послабление по части техосмотра может оказаться не таким уж и послаблением Законопроект в Госдуме после его одобрения в первом чтении забуксовал Если коротко, то операторы ТО пытаются выторговать себе бонусы Недавно стало известно, что они предложили обязать автовладельцев проходить техосмотр после ДТП А теперь выясняется, что процедура может остаться обязательной для авто старше 7 лет Что в итоге изменится? Да практически ничего К чему спрашивается? Был весь этот шум На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok